Здравствуйте, мои зрители! С вами Ната. Я хотела бы сделать второй прогноз на ноябрь для Овнов. Что ожидает Овнов в ноябре 2020 года? По нескольким колодам Таро и Ленорман. Вот такая колода Ленорман. Сейчас мы спросим. Такая небольшая колода. Что ожидает Овнов в ноябре 2020 года? Так, это 16 звездок. 16 звездок. Что она обозначает? Это очень счастливая карта. Это говорит о том, что у вас присутствует вдохновение художественное, творческое. У вас есть желание что-то делать, творить. То есть много огромной положительной энергии, вдохновляющей вас. Старайтесь как-то изменить свое существование. Эта карта очень такая, приносящая прибыль, новых друзей. То есть по звезде. Очень хорошая карта. Очень счастливая карта получается. Так, ваши все начинания будут удачными. Если вы будете искать какую-то работу там, то вам как бы звезды сулят удачу во всех ваших начинаниях. В какой-то покупке недвижимости, в продаже, заключении каких-то сделок, договоров. То есть все идет по звезде, по звезде. Удачная карта идет для унов. Теперь Тарус Нов. Тарус Нов. Такая колода. Посмотрим, что унов советует. Колода Тарус Нов. Десятка монет. Десятка монет. Эта карта называется «Свет в конце туннеля». Вот туннель идет, и свет в конце туннеля. Это говорит о том, что если у вас были какие-то трудности, то в этом месяце они будут разрешены, эти трудности. То есть удачно идет все по звезде, все ваши начинания, все. То есть еще осталось совсем чуть-чуть, и вот конец уже близок к разрешению вашей проблемы. То есть все удачно будет складываться. То есть все доходит своего логического конца. То есть если судебные какие-то споры, тоже они дадут своего конечного результата. Еще чуть-чуть вам подождать, и все. То есть все, конец вашим проблемам. В связи с тем, что, понимаете, жизнь как бы хорошо, все, но она нам преподносит какие-то небольшие испытания, какие-то трудности, через которые мы должны проходить. Ну они могут большие, небольшие, но они должны быть в нашей жизни. Ну вот у вас как раз вот этот месяц подошел к концу этим испытаниям, и у вас будет какой-то передых на какой-то период времени. Так что для ООНов очень удачный ноябрь месяц. Таро Райдера. Что там? Колода Таро Райдера. Такая вот колода. Что она нам готовит для ООНов? Туз Жезлов говорит о том, что это деньги, удача, наследство, рождение детей, создание семьи. То есть начинание какого-то дела тоже получается, что здесь уже конец неудачам, понимаете, конец неудачам. И здесь то же самое сулит выигрыш в судебных разбирательствах, привалит вам какие-то деньги со стороны, либо повысит вам зарплату, нежданное наследство. То есть по звезде, получается, по звезде. Все очень удачно складывается у вас в этом месяце. Так, потом Таро 78 дверей. Посмотрим, какие двери у нас открыты для ООНов во ноябре 2020 года. Вот такая колода. Посмотрим, какие двери у нас будут открыты. Туз Жезлов. Опять, смотрите, здесь получается Туз Жезлов. И здесь тоже Туз Жезлов выходит. Ну вот на этой картинке, смотрите, дверь и стоит какой-то монах. Это говорит о том, что все уже свет в конце туннеля. Осталась небольшая преграда, которую вам пройти, и все. И получается, вы наконец-то добились своей цели. И вам придется решать вот этот вопрос. Ключ у вас в руках. Так как колода ключей, то ключ от вот этой двери, которая там стоит, священник, ключ, она у вас в руках. Вы знаете алгоритм решения вот этой проблемы, которая у вас как бы есть сейчас. Но вам придется решать очень быстро. Именно в этом месяце придется разрешить эту проблему. Неважно, в какой она области будет, в рабочей, там, семейной, наследственной. И тогда вам принесет это, ну, удачу. Удачу, прибыль. И алгоритм решения вы знаете. Вы знаете, только очень быстро надо соображать и быстро это дело решать. Так что путь открыт. Последнее вот уже препятствие, и все. Вы преодолели Архангела. Что нам советует колода Архангела? Омна, вот такая колода. Посмотрим для омнов. Совет Архангела. Так, вот такая колода. Карта. Так, очистите свое пространство. Очистите свое пространство. Значит, Архангел Иофил. Освободитесь от суеты. Очистите энергию вокруг себя и практикуйте феншуй. Ну, все знают, что такое феншуй. Что она советует? Советует просмотреть все свои шкафы. Убраться дома. Ненужные вещи выбросить, отдать кому-нибудь. На работе тоже полазить по столам. Все лишнее пообрасывать. Которое уже изжило, оно лежит там годами. Никому не надо. Нужен это застой энергии. Это все надо выбросить для того, чтобы зашла новая энергия. И благополучие, удача пришла в ваш дом. Вот это как бы совет Архангелов. Так как вам уже последний этап в этом месяце, последние препятствия, вы преодолеете. И по звезде вам удача. И даже Архангел вам советует, что надо выбросить, чтобы вошло что-то новенькое, удачное. Очень удачный месяц для умнов. Алгоритм решения проблем вы знаете. Решайте эту проблему очень быстро. И будет вам счастье. Удачи. Всем пока. Заходите на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok